Наше путешествие было исключительно по людям. Мы не жили в отелях, мы не пользовались услугами агентств, мы не ездили на каких-то там отдельно арендованных машин. У нас ничего этого нет. Мы просто прилетели в Иран, у нас в Иране был друг, с которым я познакомился в далекой Колумбии год до этого. И, собственно, все. В Иране люди очень добрые, мне очень понравилось их гостеприимство и вообще весь Иран замечательная страна. Я рада, что я смогла посетить ее. Не, на самом деле все было очень хитро. Вообще с чего началось поездка в Иране? Вообще поездка в Иран началась с самолета. То есть это вообще был шок. Ну вот мы с дочерью сели, рядом с нами сидел на третьем кресле пожилой иранец такой, он довольно, в основном мы по-английски разговариваем, он неплохо говорил по-русски. И он так осторожно начал спрашивать, а чего вы в Иран едете? Ну, наверное, на станцию на атомную. Говорю, нет, просто сами. Как сами? Ну, так вот чисто хочу показать дочери древних персий. А есть где остановиться? Да не знаю еще. И что меня поразило? Через 10 минут разговора этот человек берет, достает рочку и пишет свой адрес. Говорит, я буду счастлив, если ты к нам заедешь. Ну, я так подумал, ладно, может быть, это какое-то исключение и так далее. Прилетели. Два часа ночи. Аэропорт. Я звоню своему другу Махди с местного телефона. В принципе, обычно Махди вроде как живет в Тегеране, но на самом деле он очень любит путешествовать. И он радостно сообщает, а ты знаешь, а мы сейчас на Каспийском море, вот в Абасабаде, там 450 километров. Два часа ночи. Я в незнакомой стране с ребенком. Говорит, ты спрошу его, что делать-то? Ну, как, говорит, что делать? Уберешь такси, садишься, идешь. Я говорю, 450 километров? Ну, да. Через тригурных хребта? Ну, да. И что там? А там, говорит, мы тебя найдем. Говорит, как, во всем городе? Да, во всем городе. Представляете, картину, да, вот рассвет. Плещется Каспий. Туман. Такая типичная ленкарань, как это у нас нравится. Из-за поворота выезжает такой газик типа нашего ментовского такой. На нем сидят несколько иранских пацанов и вопят. Руссия! Руссия! Это ищут нас. Ну, в общем, вся поездка была примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...